Некоторым из этих игровых элементов полвека. Люди постарше помнят, как играли здесь в детстве. И то, что нынешним ребятишкам приходится пользоваться теми же качелями сейчас, их возмущает. За 50 лет детская площадка за шестым домом по улице Гаевского обновлялась всего пару раз. И то некапитально. Однажды лишь поставили новую горку, которая на данный момент тоже требует замены. Все рухлит, все старое. И, наверное, нашим детям и внукам можно заменить новое. Площадку нам обновить и хорошую, конечно, поставить, чтобы дети катались и чувствовали себя, как и другие. А то понаставили, а нам нет. Ну как это так? В часы пик эту площадку посещает около 40 местных детишек. А исправных игровых элементов и прорезиненного покрытия здесь нет и не было. Играть просто небезопасно. В любой момент проржавевшее железо может обвалиться и нанести травму ребенку. Плюс ко всему эту забытую богом игровую зону облюбовали бомжи, которые распивают спиртные напитки и дебоширят. Сколько раз милиция подъезжала, они с ними поговорили, говорят, а что мы сделали? На 100 рублей его штрафуем и все. Так привлекайте к общественным работам. Красьте площадки, еще какие-то дела. Вот не идут там на маленькие зарплаты люди. Приобщайте. Он сегодня поработает, завтра поработает, завтра он подумает, идти ему сюда пить или нет на детской площадке. Местные жители неоднократно обращались в администрацию и писали на сайт Добродел. Результата это не дало. Люди уже пять лет бьются за то, чтобы их детская площадка была приведена в порядок. Около года назад по соседству установили игровую зону, но ходить сюда все жители близлежащих домов улицы Гаевского физически не могут. Она маленькая, да и находится в не очень удачном месте. Во-первых, она вообще под палящим солнцем. Во-вторых, с одной стороны у нас находится мусорка, с другой стороны у нас находится стоянка автомобилей, с третьей стороны у нас находится дорога. Площадка маленькая, там от силы помещаются 10 детей. А у нас тут до 30, даже больше детишек собирается. Летом ужасные запахи. С мусорки несет так, что там просто невозможно находиться. Да и смысла пользоваться этой игровой зоной, когда у шестого дома есть закрытая зелененная территория, люди не видят. Все, чего они хотят, это ремонт о своей детской площадке. Но в реализацию этой мечты они уже перестают верить. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.